Прогулка с пользой. Ходьба самый доступный спорт на планете. Больше трех сотен архангелогородцев доказали это и приняли участие во Всероссийском Дне Ходьбы. Среди них был и наш корреспондент Михаил Меньшенин. Из всех спортивных стартов этот самый неторопливый. Впереди дистанция в три километра и сколько угодно времени на ее прохождение. Единственное замечание – бежать участникам Дня Ходьбы запрещено, да и некуда. На финише все равно не различают первых и последних. На самом деле важно не сколько, а как вы ходите. Для правильности всегда нужно соблюдать три принципа. Во-первых, это регулярность пеших прогулок. Во-вторых, постепенные увлечения их продолжительности. И в-третьих, умеренность. Темп и нагрузку всегда важно рассчитывать под себя. Принять участие в Дне Ходьбы решили больше трех сотен архангелогородцев самого разного возраста. От детсадовцев до пенсионеров. Приходили целыми семьями и даже коллективами. Мы за здоровый образ жизни. У нас настроение сразу поднялось. И у меня и у моих учеников. Каких учеников? С кем вы здесь? Пятая школа, четвертый А-класс. Как правильно ходить, как правильно рассчитывать нагрузку? Вы под себя как ее рассчитываете? Ну вот так вот, вот так вот, быстро. Среди пешеходов выделялись представители старшего поколения со специальными палками для скандинавской ходьбы. Хорошее настроение для суставов, помощь, чтобы, как говорится, работали. Ну и вообще хорошее настроение. В Архангельске праздник самого демократичного и доступного вида спорта проводится уже четвертый год. Его поддерживает Олимпийский совет региона. Такие общие спортивные мероприятия, где можно привлечь массово любого жителя Архангельской области, очень важно. Личный раз даем повод позаниматься, встряхнуть себя, ну и потолкнуть к дальнейшим занятиям спортом. Все участники спортивного праздника прошли 3 километра примерно минут за 30. Хотя официально время на дистанции тут никто не засекал. На финише каждому вручили специальный диплом на память от Олимпийского совета России. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29.